Привет, меня зовут Алексей, я работаю в компании SolarWinds, занимаюсь я Android-разработкой. Наша компания, компания SolarWinds, она помогает бизнесу своими продуктами развивать свою собственную IT-инфраструктуру. Также, как члена Android-академии, я хотел бы поблагодарить наших спонсоров, в том числе компанию E-PAM, которая позволяет организовывать данное мероприятие, и компанию Space, которая помогает в проведении данного мероприятия. Спасибо, спасибо, ребят, спасибо. Спасибо. Вообще, что такое Android-академия? Android-академия – это сообщество людей, которое помогает любому желающему прокачать свои скиллы в Android-разработке. Я являюсь ментором Android-академии, и это дает мне возможность общаться с большим количеством других Android-разработчиков, перенимать у них бесценный опыт и также немножко делиться своим опытом. У нас в Android-академии действует менторская программа. Это значит, что если вы хотите поучаствовать и помочь людям изучать Android, помогать им искать ответы на какие-то интересующие их вопросы, то вы всегда можете присоединиться к числу наших менторов. И традиционный уже чек-лист. Нам очень важно то, чтобы вы регистрировались на каждую лекцию. У Android-академии есть свой чат в Slack, где вы можете задавать все интересующие вас вопросы. И на YouTube есть специальный канал, на который выкладываются все записи и лекции. В том числе и сегодняшняя лекция будет тоже там. Сегодняшняя лекция – это первая лекция из серии про архитектуру приложения. Вот я сегодня расскажу про такие архитектурные паттерны, как модель ViewController, модель ViewPresenter. Я надеюсь, уже большинство из вас о них слышали ранее. Для чего они вообще нужны? Они нужны для того, чтобы когда ваш проект разрастется и станет большим, и чтобы его было проще поддерживать, чтобы он масштабировался с добавлением нового функционала, вот эти паттерны, они вам в дальнейшем могут очень сильно помочь. Начнем нашу лекцию. Так уж сложилось, что на страницах официальных гайдов для Android-разработчиков, к сожалению, очень мало внимания уделялось архитектуре проекта, поэтому если посмотреть на такой обычный Android-проект, как он будет выглядеть, то выглядеть он, наверное, будет примерно вот так. То есть в нем будет Activity, в этом Activity будет находиться код-рендеринга UI, дальше там будет какая-то бизнес-логика приложения, обработка синхронной загрузки данных, обработка запросов на сервер, парсинг JSON-объектов, сохранение всего этого в базу данных. И в итоге у нас получается такая огромная Activity, в которой вся бизнес-логика находится, и какие-то небольшие вспомогательные классы. Скорее всего, вот такой проект с такой структурой, он превратится в очень скором будущем вот в это. Его будет очень сложно поддерживать. Безусловно, это был пример того, как не стоит писать приложение, потому что подобный подход, он имеет в себе большое количество недостатков. Во-первых, такой проект будет сложно поддерживать. То есть программистам, которым придется модифицировать кодовую базу такого проекта, им будет сложно понять, за что отвечает определенный участок кода. Соответственно, также сложно будет внести изменения в этот код или добавить какой-то новый функционал. Во-вторых, такой проект будет сложно тестировать, потому что Activity большая, в ней находится вся бизнес-логика, чтобы ее протестировать, не получится создать каких-либо умоков, и сама Activity не будет отвечать принципу единой ответственности. В-третьих, такой код будет очень сложно переиспользовать, потому что при необходимости переиспользовать какой-либо функционал из проекта придется создавать дубликаты в коде, что, соответственно, будет усложнять поддержку данного проекта. Скорее всего, такой проект будет иметь очень высокое зацепление, меру указывающую на то, насколько сильно связаны между собой модули проекта. Как правило, высокое зацепление, оно усложняет читаемость кода и обычно говорит о его невысоком качестве. И, скорее всего, после постоянного развития, внедрения функционала, изменения какого-то функционала, в такой проект будут носиться различные баги, краши и, возможно, даже меморелики. Поэтому для того, чтобы избежать этих проблем, наш код должен соответствовать определенным критериям, определенным параметрам. Во-первых, код хорошо спроектированной системы, он должен быть масштабируемым. Что это значит? Когда, например, когда в проекте после добавления большого функционала и определенного времени, потраченного на разработку этого проекта, внедрение уже нового функционала не занимает слишком большое времени у программистов, значит, можно сказать, что вот этот проект является скейлабл или масштабируемым. В теории обычно хорошо спроектированные системы, они скейлиться хорошо за счет того, что у них большое количество маленьких компонентов, которые потом можно легко переиспользовать при добавлении нового функционала. Но на практике, как правило, все проекты содержат определенную долю хаоса и, соответственно, это усложняет переиспользование небольших участков кода. Во-вторых, код хорошо спроектированной системы должен быть поддерживаемым или maintainable. Вообще, maintainability показывает то, насколько легко можно внести изменения в существующую кодовую базу и при этом не вызвать каких-либо сайд-эффектов. То есть это может быть изменение цветовой схемы приложения, это может быть изменение API-сервера или любая другая модификация кодовой базы. Или же, например, тот случай, когда новый программист на проекте, ему необходимо поправить какой-либо дефект, и он может это сделать довольно легко, причем не опасаться за то, что произойдут какие-либо сайд-эффекты. И в-третьих, хорошо спроектированная система должна быть тестируема, потому что тестирование позволяет нам проверять внесенные изменения в код, не прибегая при этом к ручному тестированию. Как, например, для примера вспомним тот проект, где у нас вся бизнес-логика находилась в большом активите. Такой код сложно протестировать, мы не можем создать какие-либо моки для его тестирования. И чтобы его протестировать, нам придется писать сложные, долго выполняющиеся UI-тесты, которые помимо этого еще и содержат большое количество UI-связанного кода. Поэтому для достижения вот этих трех параметров, к которым мы должны стремиться, существует несколько подходов. Один из этих подходов – это использование архитектурных паттернов. Существует несколько широко распространенных архитектурных паттернов. Некоторые из них затрагивают только графический пользовательский интерфейс, такие как MV-паттерны. Другие же паттерны применяются ко всему проекту в целом. Начнем мы наше рассмотрение с такого паттерна, как модель ViewController или MVC. Паттерн MVC разрабатывался в конце 70-х годов. В то время понятие графический пользовательский интерфейс было совсем непопулярным. Но в лаборатории, в одной из лабораторий XRX Park уже в то время проводилась, велась разработка портативного компьютера с графическим интерфейсом, в ходе которой норвежий Стрюгве Ринскаук, я, наверное, надеюсь, я правильно произношу эту фамилию, он опубликовал первоначальную концепцию этого паттерна. И в дальнейшем этот паттерн использовался в платформе языка Smalltalk 80 в качестве компонента стандартной библиотеки для построения графического интерфейса. И в 1988 году уже разработчиками платформы Smalltalk была представлена финальная концепция в статье, описывающая досконально паттерн MVC. Ключевой идеей паттерна MVC является так называемое отделенное представление или Separated Presentation. Основной смысл отделенного представления заключается в том, чтобы провести четкую границу между объектами представления, то есть UI-элементами на экране, и объектами доменной модели, которые отвечают за поведение нашей программы. Иными словами, основная идея MVC в том, чтобы разбить проект на два модуля. Один модуль будет отвечать за предметную область и бизнес-логику приложения, второй же модуль будет отвечать за взаимодействие с пользователем и графический интерфейс. Этот модуль будет называться представлением. Несмотря на то, что паттерн MVC в многих источниках информации описывается по-разному и также представляется по-разному, среди вот этого обилия информации можно выделить такое общее ядро, которое будет описывать определенные общие ответственности для каждого из компонентов этого паттерна. Так, например, модель, она будет ответственна за бизнес-логику и за сами данные. Обычно модель не знает ничего о существовании вида или же контроллера. В свою очередь, вид, он ответственен за отображение данных, откуда следует, что он эти данные должен каким-то образом получать. И здесь, возможно, два варианта. То есть в первом варианте, когда вид получает данные напрямую из модели, и во втором варианте данные для отображения ему поставляет непосредственно сам контроллер. И контроллер, как правило, ответственен за пользовательский ввод и изменение данных модели. Существует несколько основных вариантов паттерна MVC. Мы их разберем чуть-чуть позже. Это так называемые варианты с passive или active view и варианты с пассивной или активной моделью. Но перед тем, как перейти к дальнейшему изучению схемы MVC, я сделаю небольшое отступление. Оно будет касаться того кода, который я буду использовать в приложении. И вообще на слайдах будет представлен код небольшого приложения. Вот вы его видите на экране. Оно очень простое. Там всего один экран. На экране отображается список координат. И также на экране есть кнопочка. По нажатию на кнопочку происходит изменение списка, и отбавляется новая координата. То есть это вот наше такое демонстрационное приложение. Оно будет на GitHub. Ссылка на репозиторий будет в конце лекции. И также в этом же репозитории будут находиться варианты этого же приложения, но с использованием уже других архитектурных паттернов. Начнем с варианта с пассивным видом, то есть PassiveView. В данном варианте у нас контроллер получает данные из модели. Здесь и дальше я буду показывать такой небольшой Android-специфик псевдокод, который будет демонстрировать нашу связь на диаграмме компонентов, на схеме и связь в живом коде. В качестве модели у нас используется какой-то репозиторий. По сути дела это абстракция над базой данных. У него есть метод GetSafeLocations, который будет возвращать сохраненный в базе данные список координат. И когда контроллер запрашивает данные у модели, он просто вызывает репозиторий, вызывает метод GetSafeLocations. Далее после того, как контроллер получил данные, он отправляет их виду на отображение. В коде это выглядело бы так, то есть вызывался бы метод ShowLocations у вида, и в него бы передавался список координат. Таким образом пользователь видит список координат на экране. Он видит вот этот экран. Если пользователь каким-то образом изменяет данные, то в свою силу вступает контроллер. То есть по нажатию на кнопочку, которая у нас есть на экране, вызывается метод NewLocationClickTo контроллера. И контроллер дальше модифицирует данные модели. То есть производит обращение, вызывает метод репозитория, метод CreateNewLocation, который будет модифицировать нашу модель. И дальше контроллеру нужно уведомить вид о том, что данные поменялись, соответственно, надо отобразить новые данные. Для этого контроллер перезагружает загруженные данные, которые уже изменены, и передает их виду на отображение, вызовом метода ShowLocations. Здесь стоит отметить, что в классическом варианте MVC пользователь взаимодействует непосредственно с контроллером. И также контроллер ответственен за изменения данных, которые не связаны с моделью. То есть, например, у нас на экране есть кнопочка, у нее есть два состояния – нажатое и ненажатое. И в классическом варианте MVC, если бы пользователь нажимал на эту кнопку, то именно контроллер должен был бы переводить вот эту кнопку в состояние нажатое. В случае с активным видом, здесь уже вид знает о существовании модели. Он получает данные для отображения у модели напрямую. То есть, вызов репозитория уже происходит в самом виде. То есть, у нас в качестве вида здесь используется Activity. Соответственно, в методе onCreate вызывается репозиторий, загружает список координат из базы данных. И вызывается метод ShowLocations, куда передаются эти координаты для отображения. Так, пользователь может видеть координаты на экране. Если пользователь изменяет у нас список координат, то опять вызывается контроллер метод NewLocationClicked по нажатию на кнопку, и дальше контроллер модифицирует нашу модель. То есть, происходит обращение к репозиторию. Вызывается метод CreateNewLocation. И контроллеру остается еще уведомить вид о том, что данные поменялись. Соответственно, надо отобразить новые данные. Поэтому контроллер вызывает метод RedrawLocations у вида. В случае с пассивной моделью мы только что разобрали. Это тот случай, когда модель никак не взаимодействует ни на вид, ни на контроллер. А ответственность за наблюдением, за изменением данных несет контроллер. Соответственно, когда контроллер определяет, что данные изменились, он уведомляет об этом вид. Такой подход называется потоковой синхронизацией или Flow Synchronization. Также есть другой подход. Это так называемая активная модель. Когда модель реализует Pattern Observer, соответственно, вид может подписаться на изменение данных у модели и получать уведомления. Если данные модели поменялись, то вид будет нотифицирован об этом. Соответственно, такой подход называется синхронизация через Observer. В коде это выглядело бы примерно так. То есть мы подписываемся на данные, передаем туда наш Observer, который будет вызываться при наличии новых данных. И, соответственно, если новые данные появились, то они передаются виду на отображение через метод ShowLocations. Примерно вот так вот будет выглядеть схема Pattern MVC в Android-проекте. То есть в качестве вида обычно выступает Activity. Функционал контроллера, как правило, выносят в отдельный класс. Стоит также отметить, что вообще вот этот подход с Pattern MVC, он не получил большой популярности у Android-разработчиков, к сожалению. Возможно, потому что он не совсем гладко ложится на стандартные компоненты Android. То есть, что я имею в виду? Классический паттерн MVC, у него пользователь напрямую должен взаимодействовать с контроллером. У нас же в Android пользователь взаимодействует с видом. То есть нету… Пользователь видит данные на виде и с ним же и взаимодействует. В классическом MVC немного не так. В качестве преимуществ можно отметить то, что Pattern MVC, он позволяет выносить нам бизнес-логику из UI-кода проекта. Но есть небольшие недостатки. Это недостатки, связанные с тем, что придется писать своего рода boilerplate-ный код. То есть придется организовывать как-то слои вид, слой контроллера. На это все надо время, чтобы это написать, и, соответственно, больше кода. Возможно, еще многие из вас слышали о таком паттерне, как в кавычках паттерне, MassiveViewController – это тот вариант, когда контроллер становится очень большим, он разрастается из-за комплексного UI, и его становится очень сложно поддерживать. Поэтому контроллер не застрахован от того, чтобы стать большим. И третий недостаток – это то, что… Я уже его упоминал, то, что в классическом MVC пользователь взаимодействует с контроллером, в андроиде пользователь взаимодействует с видом. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Есть вопросы? Микрофончик можно? Пожалуйста. А где у нас микрофончик? Плохо, не слышно, не слышно. Да, похоже, у нас небольшие неполадки. Расскажи, о, появился звук. Ты вначале рассказывал про характеристики хорошей архитектуры. Самое интересное, можно ли как-то их померить? Понять, например, какой-то туллинг может есть, который понимает тебе связанность, определять или проще. Ну, каким-то образом оценить, хорошо у тебя, плохо и насколько плохо. По крайней мере, можно оценить покрытие тестами. То есть для этого есть тулы. Есть также тулы, они в другой лекции будут показываться. Там будет лекция про чистую архитектуру. Будут показываться то, насколько ваш проект взаимосвязан. То есть будет показываться зацепление, грубо говоря, модулей. Вот. Про какие-то другие, может быть. Еще вопросы какие-нибудь? Мне показалось, что активная VC, так сказать, менее масштабируемая из-за того, что там Vue напрямую обращается к модели и из-за этого возникают сложности с даже написанием тестов, с, например, управлением этими данными, которые должны прийти из модели. То есть тогда для того, чтобы что-то изменить, данные, которые вот идут из модели, надо этот код, получается, писать или в модели там как-то конвертировать его, модифицировать или в Activity, в Vue. Имеется в виду именно активный вид, да, в твоем вопросе? Не понял. Активный вид именно, не активный. Да, да, да. Ну тут такое дело, что как бы тестами мы сможем покрыть контроллер, например, то есть мы сможем покрыть, я об этом буду чуть-чуть дальше говорить, юнит-тестами. Вид же нам все равно придется покрывать с помощью инструментальных тестов, то есть UI-тестов. То есть что ни делать, тут в данном случае не поможет. Ну а… А модели это уже как вы спроектируете. То есть я показываю паттерны MVC-MVP, это все паттерны графического интерфейса. То есть мы сейчас в нашей лекции не касаемся вообще, как структурировать модель, чтобы она была тестируемая. Это уже тема другой следующей лекции, где вам будет показано, как вот именно разбить вашу модель, чтобы потом можно было легко ее протестировать. Ну хорошо, просто вопрос был в том, кажется ли активной, с активной моделем MVC менее масштабируемой и изменяемой, можно сказать, по сравнению с пассивной. Активная или пассивная модель, да? Да. Я думаю, что здесь надо смотреть на конкретный случай, но в принципе в активной модели все равно вид не знает существования, ой, модель не знает существования вида или контроллера. То есть там просто реализуется как бы паттерн обсервер. Хорошо, спасибо. Еще вопрос. Алло. У меня такой вопрос возник. Тут каждый раз, когда пытаешься написать программу следуя к какому-то паттерну, очень сложно разделить зону ответственности. У тебя либо получается там репозитория раздувается, либо контроллер какой-то бесполезный получается, либо еще что-то. А вот, например, кто должен отвечать за валидацию, например, входных данных? Контроллер. То есть дело какое? Вид, и как я уже говорил, то есть у нас есть отделенное представление, основной смысл паттерна MVC. То есть и вот в этом отделенном представлении там два модуля, представление и модель, доменная модель. Доменная модель – это ваша бизнес-логика, это ваш репозиторий, а представление – это вид и контроллер. Соответственно, за валидацию данных должен отвечать контроллер. Хорошо, а за транзакционность данных? Транзакционность, да. Ну, например, вот мы хотим, нам вот в рамках обработки какого-то запроса, ну, грубо говоря, да, нужно сходить два раза в базу, там, либо три. Вот если вам надо ходить в базу, то это уже точно модель будет. То есть это доменная модель, это не обязанности контроллера. Ну, то есть, условно говоря, сначала был, логика была на уровне контроллера, как только мне понадобилось два раза ходить в базу, я все отрефакторил, перенес на уровень репозитория, да? Так получается? То есть такой критерий, типа, если больше двух запросов, база начнется. Нет, критерий простой. То есть если это связано с отображением на UI, то есть это валидация полей, я так понял ваш вопрос, то есть там валидация, например, имейла там или еще чего-нибудь, да, то есть чтобы он правильно был, отображался, то это не обязательно должно относиться к доменной логике, это может относиться к контроллеру, к вашему представлению. То, что второй кейс вы рассказываете, это уже больше похоже на доменную модель. Ну, то есть я к тому, что обычно вот помимо этих трех компонентов еще добавляют такой так называемый сервис лейер, где у нас… Это другая лекция будет. Другая, да? Да, ладно. Это я рассказываю только про графический интерфейс еще раз. Паттерн MVC, MVP – это паттерн графического интерфейса, то есть это ваша вьюха. Ваша бизнес-логика, сохранение базу данных, обращение на сервер, вот это вот все, это доменная модель, это не графический интерфейс. Просто вот если так рассужать, то контроллер выглядит каким-то очень бесполезным. Прям совсем. Ну ладно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, тут еще вопросы есть. Два целых. Не знаю, мы уложимся во время? А можно, пожалуйста, на один слайд назад? Там, где схема… Так, извини, вот этого, да? Да, пожалуйста. Вот складывается впечатление, что если слово контроллер заменить на презентер, то мы получим вот канонический MVP. То есть там, ну прямо точно такая же… Мы сейчас будем рассматривать MVP. Ну да, вы правы, да, вы правы. Просто в андроиде нельзя сделать так, чтобы пользователь взаимодействовал не с видом, а с контроллером. Поэтому получается вот такой MVC на андроиде. Скажи, пожалуйста, ты говорил, что контроллер обычно в отличие… В андроиде есть отличие в том, что в нем взаимодействие через Vue происходит. А можешь привести пример, как на других платформах через контроллер пользователь может взаимодействовать? На других платформах? Да, но ты сказал, что в андроиде пользователь через Vue именно взаимодействует с приложением. Да. Насколько я знаю, есть такой свинг-пакет в Java, в обычной, в стандарт-эдишн. И насколько я знаю, он там тоже построен на базе вот этого паттерна MVC. Но там не через Vue, то есть там напрямую через контроллер? У них там есть отдельный контроллер, да. Мне кажется, что там должно быть нормальность. То же самое будет, да? Но у них же есть отделение. То есть у них есть вид, как бы там лояуты определенные, а есть отдельный контроллер. FX? Вот в Java FX там есть строгое разделение на Vue, модели и так далее. То есть там прямо на уровне архитектуры приложения тебе приходится Vue писать там отдельно, контроллер отдельно, потом их биндить как-то там. Там скорее даже MVVM, наверное, нежели MVC. Но в свинге это такая архаичная штуковина. Там прям, я не знаю вообще, какой-нибудь паттерн там используется. Там кто-то как пишет так. Спасибо. Микрофончик, да. Если вы попробуете написать OpenGL приложение, то у вас не будет вьюхи, а вы будете, например, ловить ивенты со всего экрана. И вы тогда захотите возможность сделать, ну, есть такой подход, модель кнопки и контроллер будет ловить все касания и смотреть, а к нашей ли кнопке этот ивент. И тогда уже отдавать модели. То есть это такой. Спасибо. Так, двигаемся, наверное, дальше, а то не успеем. Вот. Есть ли какой другой архитектурный паттерн для графического интерфейса, который ложится на Android компоненты лучше? Да, он есть. Этот паттерн – это наследник паттерна MVC. Его уже упоминали вот только что. Этот паттерн называется модель ViewPresenter или MVP. MVP разрабатывался в начале 90-х годов в компании Intelligent. Эта компания была совместным предприятием таких компаний, как IBM и Apple. И в те времена в компании Intelligent велась разработка одноименной объектно-ориентированной операционной системы, где вот этот паттерн MVP использовался в стандартной библиотеке для построения графического интерфейса. И немного позже, в 96-м году, CTO этой компании, Майк Патель, уже опубликовал статью, где писал финальную концепцию этого паттерна. Как я уже говорил ранее, паттерн MVP является наследником паттерна MVC. Основное их отличие в том, что в паттерне MVC пользователь видит на экране и взаимодействует с этим экраном. Его взаимодействие передается контроллеру, то есть он взаимодействует напрямую с контроллером. В то время как в паттерне MVP пользователь взаимодействует напрямую с непосредственно видом. Для MVP характерны следующие вариации. Для синхронизации данных между моделью и видом может использоваться как потоковая синхронизация данных, так и механизм синхронизации данных через обсервер. То есть это сценарий с активной и пассивной моделью. Кроме этого, у паттерна MVP вид всегда знает о существовании презентера, так же, как и презентер всегда знает о существовании вида. Иными словами, можно сказать, что у вида есть всегда ссылка на презентер, а у презентера будет ссылка на вид. И, как правило, презентер следит за изменениями данных в виде, и если эти данные поменялись, он модифицирует данные внутри модели. Примерно так вот выглядит схема паттерна MVP в Android-проекте. Мы ее сейчас немного детальнее разберем. Начнем мы разбирать с базовых интерфейсов BaseView и BasePresenter. Вообще эти интерфейсы нужны, так как все вьюшки и презентеры, они будут, как правило, обладать какими-то общими методами. У нас, к сожалению, очень простой пример, поэтому BaseView получился пустой, но обычно, если более сложное приложение, то в него обязательно добавляются какие-то методы или для сохранения состояния, для отображения тоста или чего-то еще. И интерфейс BasePresenter, который будет содержать у нас два метода, он create и он destroy. В конкретно вашем более комплексном проекте это могут быть более содержательные имена, которые не соприкасаются с именами жизненного цикла activity или фрагмента. Также необходимо создать контракт, который, по сути дела, будет декларировать то, как взаимодействует вид и что делает презентер. То есть вид у нас отображает список координат, то есть у него есть метод show locations, и презентер обрабатывает клик на кнопку, нажатие на кнопку, и у него есть метод new location clicked. Далее рассмотрим код самого презентера. Здесь у него в конструкторе мы передаем экземпляр нашей вьюшки, причем передаем его с помощью интерфейса. Интерфейс нам понадобится для последующего тестирования вот этого презентера. Передаем нашу абстрактную модель, наш репозиторий. Также у нас будут карутины в проекте, поэтому нам для тестирования карутины нам потом понадобится специальный диспетчер. И в конечном итоге получается, что наш презентер будет содержать три метода. Это метод onCreate, метод new location clicked и метод onDestroy. Вот, в методе onCreate, что мы будем делать? В нем будет создаваться карутина, в которой будет происходить обращение к репозиторию, то есть будут загружаться данные, причем вот этот участок кода, он будет вызываться в background потоки. То есть и результат загруженных, результат метода getSafeLocations, он будет помещаться в переменную locations, и далее уже в UI потоки он будет передаваться в виду на отображение. Аналогично будет устроен метод new location clicked, точно так же карутина, в которой идет обращение к репозиторию, то есть модифицируется наша модель, вызывается метод request new location, который будет уже возвращать список координат модифицированный, передавать его в переменную locations, и далее в UI потоки будет отображаться список координат в вьюшке. В качестве вида у нас в нашем примере используется activity, в некоторых вариантах можно увидеть другие случаи, то есть это может быть фрагмент или просто вьюшка. В коде activity в методе onCreate нам надо будет создать экземпляр нашего презентера, в него будем передавать в качестве первого аргумента в конструктор экземпляр нашего activity, который по сути дела вьюшка, и так же каким-то способом будем передавать нужные нам dependency, это может быть dependency injection, может быть какой-то другой способ, который у вас на проекте используется. Так же необходимо будет обработать нажатие на кнопки, то есть по нажатию на кнопочку будет вызываться метод new location click to презентера, и необходимо будет вызвать метод onCreate у презентера, чтобы презентер загрузил данные из репозитория и передал их виду на отображение. Дальше нам нужно будет закенселить запущенные коррутины, чтобы они не вызывали каких-либо memory leak'ов. Поэтому переопределим метод onDestroyActivity, и там будем вызывать метод презентера onDestroy, который будет кенселить наши коррутины. Стоит отметить, что вообще вот этот подход, он не избавляет от сохранения состояния, то есть сохранять состояние в приложении все равно придется. Можно это делать несколькими способами, либо по старинке, там пихать в бандл где-то, например, в коде презентера, либо же можно воспользоваться каким-нибудь хаком и сделать так, чтобы презентер выживал при пересоздании activity, при изменении ее конфигурации. Ну, например, когда вы поворачиваете дисплей телефона. Для этого можно воспользоваться классом view-модель из архитектурных компонентов. О нем расскажут уже в следующей лекции, вот после меня сразу. И как вариант можно воспользоваться фрагментом, у которого параметр retain instance будет установлен в true. Может появились какие-то вопросы по MVP? Вот в MVP подходе, вот судя по коду, там должно быть еще activity нарисовано, потому что activity создает презентер, и потом еще все свои lifecycle методы делегируют в презентер, правильно? Да, можно делать, то есть здесь есть два подхода. Либо делегировать вот эти callback, которые он create, он destroy, и там упался на резюме, либо создать презентер так, чтобы у вас там были как бы чистые имена, то есть которые отвечали вот потребностям вашего экранчика. То есть не делегировать там он create, а load data там и show, что-нибудь вроде такого. Ну, это как бы вопрос просто в названиях, но все равно получается… Проброс методов получается, правильно? Ну, ясно. Спасибо. Да, но бизнес-логика зато выносится из UI. Еще какие-то вопросы? Так, тогда, наверное, двигаемся дальше. Как я уже говорил немного ранее, юнит-тестирование, оно позволяет проверять сновносимое в код изменения, не прибегая при этом к ручному тестированию. К сожалению, вот не все разработчики пишут юнит-тесты, так как они очень сильно увеличивают время, потраченное на разработку проекта. В андроиде существует два основных подхода на написание юнит-тестов. Это первый подход – это использование джи-юнит-тестов, запускаемых на локальной джава-машине, которые вследствие этого запускаются довольно быстро. И второй подход, когда используются инструментальные юнит-тесты, которые запускаются на андроид-девайсе либо на эмуляторе, из-за чего работают достаточно медленно. Кроме этого, инструментальные андроид-тесты, они изменяют состояние девайса. То есть они могут изменить, например, какой-то файл в файловой системе, либо список контактов, либо какие-то еще данные на девайсе. И это может спровоцировать какие-то сайд-эффекты на других тестах. У джи-юнит-тестов таких сайд-эффектов нету, но там нету такого состояния. Андроид-тесты инструментальные, они поддерживают андроид, полностью поддерживают андроид API. В то время как джи-юнит-тесты это API не поддерживает. При попытке вызова любого из методов пакета классов андроида произойдет крэш, но в качестве небольшой альтернативы есть такая библиотека как Рабоэлектрик. Это, по сути дела, имплементация андроид API на чистой Java. Там можно будет обращаться к контексту, к файловой системе, к некоторым другим сущностям внутри нее. Но покрытие, как бы, это частичная альтернатива. То есть 100% мы андроид API не заменим с Рабоэлектриком. Как видно из этого небольшого такого summary, предпочтительным является использование именно джи-юнит-тестов, потому что они очень быстрые. К сожалению, покрыть джи-юнит-тестами мы сможем только один презентер, так как для того, чтобы покрыть вьюшку, нам понадобится писать инструментальные тесты, которые мы писать не хотим, которые сложные. Если нужно покрыть модель, то опять-таки в зависимости от того, как она написана, ее тоже можно покрыть джи-юнит-тестами. Мы разберем на примере сейчас, как покрыть тестами метод onCreate у нашего презентера. Здесь на схеме я отобразил вызовы метода внутри метода onCreate. То есть, когда вызывается метод onCreate у презентера, он обращается к репозиторию, загружает данные и передает их виду на отображение. Соответственно, чтобы протестировать поведение этого метода, мы можем подставить моки вместо репозитория и вида, и так как мы будем контролировать поведение моков, мы, соответственно, можем провалидировать потом поведение нашего презентера. И непосредственно в самом коде теста уже, так как у нас корутина используется, мы создаем наш тестовый диспетчер корутин, который будет запускать тесты последовательно и запускать их будет в том потоке, в котором они и создаются. То есть у нас не будет в тестах многопоточности. Также для теста нам понадобится какой-то набор тестовых данных, данных для валидаций. Здесь мы создаем мок наши вьюшки, создаем мок-репозитория, передаем их презентеру вместе с диспетчером для корутин. Так как вот этот метод обозначен антасой before, он будет вызываться непосредственно перед началом каждого теста из этого файла, из этого класса. И далее в самом тесте мы уже пишем, что при вызове метода getSafeLocations у нашего репозитория, у замоканного репозитория, он должен будет возвращать тестовые локации. Далее, вызывая метод onCredit у презентера, то есть внутри этого метода происходит обращение к репозиторию, загружаются данные, проявляется виду. И теперь нам нужно провалидировать, что вот эти данные, которые он получил от замоканного репозитория, он передал виду, наш презентер. Соответственно, мы говорим, что метод showLocations нашего вида вызывается один раз с теми аргументами, которые мы там должны видеть. Среди преимуществ, как и в случае с MVC, можно сказать, что помогает частично выносить бизнес-логику, даже не частично помогает выносить бизнес-логику из нашего кода UI. Также можно будет замечательно покрыть презентер тестами, юнит-тестами, которые быстро запускаются. Среди недостатков, как и в случае с MVC, это необходимость писать более плейтный код для создания слоев вида и презентера. Также никто не застрахован от того, что презентер станет большой, но вот этот вот нюанс, его можно как бы убрать, если воспользоваться декомпозицией презентера. То есть, например, если у вас есть один экран или два экрана с общими элементами, вы сможете создать какие-то дополнительные презентеры, которые будете потом переиспользовать. То есть расщепить один презентер, сделать из него два или три презентера, и потом переиспользовать эти презентеры. В таком случае тогда презентер не будет разрастаться до больших размеров. И, к сожалению, вид остается тестируемый только с помощью инструментальных тестов, которые долгие и которые сложно писать. На GitHub есть несколько библиотек, которые позволяют упростить это использование паттерна MVP. По крайней мере, можно будет поменьше boilerplate кода писать. Самый популярный, пожалуй, из них является библиотека Mosby. Может быть, многие слышали о ней. У нее довольно неплохая документация, плюс есть из коробки возможность сохранять состояние. Правда, сохранение состояния там, в принципе, такое же почти, как и в Activity с бандлом. Есть библиотека, у которой вот это сохранение состояния более продвинутое. Это библиотека Moxie. Там используется кодогенерация, которая позволяет сохранить все вызовы методов, вьюшки, и при пересоздании экземпляра вьюшки, то есть, когда повернули дисплей, все методы, которые были вызваны до пересоздания, они последовательно будут вызваны. Но вот такой подход, он добавляет очень большое количество лишних методов в наш DexFile, что тоже не очень классно. На самом деле, тут сложно довольно что-то порекомендовать. То есть, кому что понравится, тот использует. В каких случаях использовать вот эти вот паттерны? Использовать, наверное, паттерн MVP лучше тогда, когда ваш проект нужно покрывать тестами, и когда вы хотите сделать масштабируемое приложение, когда вы знаете, что в будущем будет очень широкий функционал, и, возможно, лучше сразу заложить определенную архитектуру, чтобы потом не страдать от полученного спагетти-кода. Здесь будет эта ссылка на пример приложения на GitHub. Все находится в бранче MVP. Там же будет просто полезные ссылки с лекцией и какие-то там интересные материалы по MVP, которые можете прочитать. На этом у меня все. Всем большое спасибо. Может быть, появились вопросы какие-то. У меня не столько вопросов, сколько для себя просто, я не знаю, мне кажется, многие из вот еще есть такое же желание. Буквально три пункта отличия MVC от MVP, потому что у меня какая-то, честно говоря, каша в голове. Взаимодействие, пользователь взаимодействует через контроллер, и у MVC есть варианты, когда вид не знает о существовании контроллера, потому что пользователь взаимодействует с контроллером. В MVP вид и контроллер, они… Ой, вид и презентер, они всегда связаны. То есть вид всегда знает о существовании презентера, презентер всегда знает о существовании вида. Это вот обязательно. В MVC это не обязательно. Спасибо. Еще вопрос? Вы говорили про Activity, а можно подробнее рассказать, что, ну какая роль у Activity? Какая роль у Activity? Роль обычно в контексте чего? В контексте MVC, MVP? Ну роль обычно это вид, как бы Activity это вид. Это ваша вьюшка, то есть она отображает ваши данные. Понятно, спасибо. Так, еще можно? Скажите, вы рассказали сейчас нам про паттерны, а можно узнать, что будет на следующей лекции? Сейчас, да, я к сожалению забыл об этом упомянуть. Сейчас после меня будет следующая лекция, там будет про паттерны MVVM. Очень интересный паттерн, так что ждите. Ребята, нужен ли вам перерыв или можно сразу начинать? Слушай, еще один вопрос. Он немного не под теми. Ты в тестах показывал, что… Ты показал в тестах, что используешь диспатчеры для крутин, ты выключаешь многопоточность, есть ли у этого обратного страна? То есть, ну понятно, что в чем плюсы, но сталкивался ли ты с тем, что это… Можно я немножко громче, я просто плохо… Сталкивался ли ты с тем, что это как-то ломало тесты, либо тесты становились какими-то фейковыми? Так, сталкивался ли я с… При выключении многопоточности. Ну а ты используешь диспатчер, убираешь многопоточность. Да. Вносило ли это какие-то проблемы и в каких… Проблем? Да. Ну это такой довольно глубокий на самом деле вопрос. Но мне кажется, что если соблюдать определенное правило, то проблем не должно быть. Единственное, что, конечно, карутины, они… Ну у нас есть, например, в проекте карутины используются, они вызывают проблемы без вот этого всего. То есть там есть нюансы небольшие. Так что если придерживаться вот определенного подхода, мне кажется, проблем не должно быть. Но я не могу, то есть вот загадывать наперед. Окей, спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Сталкивались вы с использованием MVI паттерна? Модел, view, intent. Следующая лекция. Через неделю там будут рассказывать про него. Хорошо. Еще один. Давайте. Вот прям подумал и сразу возник вопрос. Вот я начинаю новый проект. Хочу решить, какой паттерн мне выбрать. На что мне смотреть? Я предлагаю посмотреть весь цикл наших лекций про архитектуру и тогда уже принимать решения. Спасибо, спасибо. Короче, ребят, нужно ли пять минут или две минуты, чтобы вы взяли кофе или можем сразу начинать? Как вы, устали, не устали? Начинаем, да, сразу? Окей. Тогда, Паша, прошу и жалоб, просим тебя на сцену. Сейчас буквально пару минут поменяют микрофон. Спасибо. 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 Спасибо.